В преддверии 79-й годовщины Великой Победы Бобруйск посетил автопробег «Огонь памяти». Частичка огня позволяет сплотить не только народы, но и простых людей. Как это было? Молчание ребят в Беларуси проходит спецпрограмма «Детство без насилия». Сотрудники милиции уделят особое внимание профилактике данных преступлений. Кто чаще всего посягает на святое? Изящество инициативы в городе установили новый арт-объект. Очень рады, что к нам приходят такие специалисты. Кому принадлежит идея? А также рабочий визит, лесной запрет и вступительная кампания. До 1 мая в стране утвердят пул заявок для желающих поступить по целевому направлению. Какие плюсы? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Внимание к чернобыльским регионам. Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил Костюковичи. Поездка президента началась с контроля за выполнением программы развития Юго-Востока Беларуси. Ведь ни для кого не секрет, регион находится на особом контроле главы государства. Так было анонсировано большое летнее совещание в Климовичах. Когда-то мы принимали программу развития как раз Юго-Востока Могилевской области. Договорились, что в конце июля, начале августа в Могилеве мы пригласим ответственных и спросим уже за то, как вы ее реализовали. Так губернатор мне говорит, ну надо было бы дальше туда продлить. Это льготы, преференции, это в конце концов деньги, но я абсолютно не против, но надо посмотреть, что же вы сделали из того, о чем мы договаривались. Если сделали, значит будем двигаться вперед. Пристальное внимание за ходом посевной. Для дальнейшей заготовки, кормов, сев, кукурузы и особенно бобовых аграрии должны завершить к 9 мая. Говоря о Костюковическом районе, белорусский лидер потребовал исключить безхозяйственность. Качественная мелиорация – залог новых площадей. Вот поле, а на поле гектара 2, 3, а то и 5 кусок леса. Не знаю, хутор когда-то был, еще чего-то бросили. Пусть они сами забирают лес этот себе, и мы должны за это культуртехнику заплатить. Не осталось без внимания местное население – от оценки работ автолавки до культурной части. Александр Лукашенко пообщался с жителями и выразил свою признательность за любовь к малой родине, а также анонсировал возможное строительство второй атомной электростанции на востоке Беларуси. Жертвы груминга милиция проводит профилактику сексуального насилия над детьми. По каждому третьему факту для поиска и первоначальной обработки будущих жертв злоумышленники использовали интернет. Зачастую педофилы ищут детей, которые страдают от нехватки внимания. После внедрения в доверие преступники способны умело манипулировать эмоциями юной личности. По инициативе МВД в Могилевской области с 29 апреля по 24 мая проводится специальная программа «Детство без насилия», направленная на противодействие преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и обороту детской порнографии. В период проведения специальной программы сотрудники милиции уделят особое внимание профилактике данных преступлений. В Беларуси за 10 лет зафиксировано свыше 6000 преступлений сексуального характера в отношении детей. Половина приходится на обвиняемых от 18 до 30. 10% ранее осужденные. Среди фигурантов есть и несовершеннолетние. Целевой набор двусторонних отношений и знаковый юбилей. Профсоюзному движению Беларуси исполняется 120 лет, чем знамениты трудовые объединения. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь поставила в Сочи более 350 автобусов. Наиболее тесно работа идет в сфере пассажирских перевозок. В планах расширения торговых связей. Более 20 точек с товарами отечественного производства расположен в городе-партнере. Двусторонние отношения будут укрепляться в вопросах туризма, инвестиций, ЖКХ, образования и молодежной политики. В 2024-м профсоюзному движению Беларуси исполняется 120 лет. Сегодня трудовые объединения представляют интересы практически 4 миллионов граждан. По словам председателя Федерации профсоюзов Юрия Синько, одна из важных задач – усилить стимулирование более качественного труда. Вторая не менее значимая составляющая – необходимость постоянного повышения квалификации. До 1 мая в стране утвердят ползаявок для желающих поступить по целевому направлению. Документ разместят на сайте Министерства образования. По каждой специальности и для каждого университета будет определенное количество мест с указанием организации – заказчика кадров. Возможность получать специалистов есть как у государственных, так и у частных предприятий. По информации Белстата, женщин в Беларуси на 700 тысяч больше, чем мужчин. На 1 января 2024 на тысячу жительниц республики приходилось 857 представителей сильного пола. Средний возраст проживающего в стране – 41,5 год. Доля трудоспособного населения на начало года свыше 58%, это более 5 миллионов человек. Ограничения на посещение лесных массивов введены практически по всей Беларуси. Открытыми остаются лишь несколько районов. Подробные данные отображены на интерактивной карте Минлесхоза. Исключены въезд в лес на машинах, турслеты, не запрещается сбор ягод и грибов. Однако без разведения костров на привале. Риск с рук. В Бобруйске продолжается борьба с несанкционированными рынками. Стихийная торговля с земли – эпицентр опасности и неудобства для покупателей. Сотрудники управления торговлей и услуг УВД, налоговой инспекции, администрация Ленинского и Первомайского районов держат под контролем неорганизованную торговлю еженедельно. Специалисты проводят разъяснительную работу, объясняют меры ответственности за нарушение закона. Рассматривают материалы на административной комиссии. Физическими лицами уплачиваются штрафные санкции. Но вместе с тем такая мера – пресечение, как конфискация и изъятие товара. Несанкционированная торговля таит в себе чрезвычайную опасность. Употребление продуктов с рук чревато пищевыми отравлениями, возникновением острых кишечных инфекций. Особый риск несут консервированная, вяленая, сушеная, мясная, рыбная, молочная продукция, а также грибы. Стоит 10 раз подумать, прежде чем платить псевдопродавцам. Предъявить за ущерб здоровью потом некому. Красота в глазах смотрящего. В Бобруйске установили новый арт-объект. Преображение города – дело рук молодежи. Благодаря смотру конкурса и инициатив привлекательные инсталляции появляются в каждом районе. О тех, кто живет искусством, Елизавета Липеева. Елизавета Бублей воплощает любовь к Бобруйску сквозь призму искусства. Благодаря инициативе на пересечении Минска и Урицкого в сквере дружбы народов появляется символичный арт-объект. Земной шар, гармоничное олицетворение мира, изящную конструкцию стилают металлические дома. Я очень счастлива и рада, что данная идея заинтересовала город. И надеюсь, что для жителей это станет какой-то точкой притяжения, место для интересных, креативных фотосессий. Я планирую в дальнейшем также продолжать свою деятельность и украшать город. По траектории творчества через всю страну молодой специалист в город на Березине приехал из Гродненской области. Амбиции успешно реализовывает благодаря должности инженера садово-паркового хозяйства. С очень интересными идеями выступает. Всё планируем внедрять непосредственно на клумбах нашего города. Мы очень рады, что к нам приходят такие специалисты, приезжают с разных городов. Филигранное исполнение задумки – дело рук специалистов Таима. Диаметр шара – 3 метра. Каждая деталь продумана с точностью до мелочей. Феерию красоты венчает минимализм, чувство вкуса и стильный подход. Бобруйчане уже оценивают новую локацию для фото. Больше новых мест становится, чтобы их посетить, чтобы порассматривать что-то интересное. Данный арт-объект тоже очень красивый и произвёл хорошее впечатление. Видишь и прям очень интересно посмотреть, поразглядывать. Мне очень нравится этот шарик. Он такой красивый, похож на нашу планету. Там есть дома. И правда, не столько много, сколько на нашей планете, но всё равно. Я замечала, что в городе начали часто строить клумбы и его украшать. Я рада за то, что наш мэр украшает наш город. Композиция будет богато дополнена разнообразием растений. Лилейник, хоста, сальвия цинерария, калеус, виола – некоторые экземпляры флоры уже дополняют арт-объект. Для фотосессий дорожку к шару устилает щебень, так что самое время обновить ленту. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Навсегда в сердцах в Бобруйске прошёл автопробег «Огонь памяти». Тёплым весенним утром гости из России прибыли в город на Березине. В этом году 44 человека приехали почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений, и поблагодарить тех, кому посчастливилось увидеть победный май. На торжественной церемонии участники передали частицу вечного огня с мемориального комплекса «Поклонная гора». Смысл этого автопробега для нас заключается в том, что частичка огня позволяет сплотить не только народы, но и простых людей, детей. Наши дети общаются с вашими детьми. На таких встречах мы вспоминаем те исторические события, ту великую победу, которую ковали наши деды, прадеды. Маршрут движения более 2,5 тысяч километров. Участники посетят более 40 мест боевой славы. После Бобруйска автопробег движется по пути Борки-Могилёв-Копысь. В последнем пункте назначения люди зажгут «Огонь памяти». Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА